Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня я решил написать видео на важную, а в перспективе жизненно важную тему! А именно! Почему болят коленные суставы зимой чаще, чем голеностопные или тазобедрения? Но! В любом случае, боль в суставах – это ограничение вашей работоспособности! Ограничение возможности передвигаться в окружающей среде! И по рогозам идут проблемы с сердечно-сосудистой системой, с дыхательной системой, с пищеварительной системой! Ведь активно двигаясь, правильно двигаясь, я бы сказал, вы улучшаете кровоснабжение всех органов и тканей! Вы улучшаете работу мозга! Вы улучшаете работу пищеварительной системы, печени, почек! Используя правильные суставы! Но! Как только у вас появилась боль в суставах! Неважно, это коленные суставы, голеностопные, тазобедренные! Вы уже не можете использовать активно основные мышечные группы! И ваш образ жизни уже становится не самым здоровым! Иными словами, малоподвижным! А стресс и гипотинамия сегодня один из самых важных и существенных для активного долголетия! Я уже молчу про качество жизни! С болью в суставах качество жизни уникальное! Поэтому в этом видео я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, автор десятков опубликованных научных статей, автор более 50 опубликованных книг и брошюл в разных странах! Часть из которых вы можете приобрести через интернет! Расскажу вам основные причины, почему болят суставы! Соответственно, вы понимаете! Если у вас эти причины присутствуют, то нужно их минимизировать! Чтобы боль в суставах у вас возникла как можно позже! И ваша жизнь была как можно дольше! Смотрите это видео дальше! Я думаю, что на многие обыденные вещи вы посмотрите сегодня несколько по-иному! Причина номер один! Почему болят коленные суставы известно давно! Согласно канонам китайской народной медицины, а ей несколько тысяч лет, боли в коленных суставах связаны с плохой работой вашей печени! Я бы добавил еще боли в правом плече! Но боли в правом плече отражают острую проблему с вашей печенью! И отраженная боль показывает, что нужно ли заниматься печенью! Не суставы! Вот если у вас появились боли в суставах! Вам также нужно заниматься вашей печенью! Иными словами, ваша печень не в состоянии переработать в нужные для ваших суставов полезные и питательные вещества! Ваш рацион питания! Иными словами, те продукты питания и напитки, которые вы употребляете! Ту воду, которую вы пьете! Ваш режим питания! Не может она с этим справиться! И боль суставов сигнализирует об этом! О дистрофии хряща! А будут у вас болеть коленные суставы, голеностопные суставы, тазобедренные суставы? Это уже определяет ваш образ жизни! Об этом будет также дальше в этом видео! В любом случае, какие бы суставы у вас не заболели, это проблема здесь и сейчас! Дистрофия в суставах! Это говорит о том, что у вас кровь не наполнена питательными веществами! Иными словами, в состоянии дистрофии! Точно также страдает ваш мозг, работающее постоянно сердце, печень, почки! Все внутренние органы! Не только суставы! И что делать для того, чтобы выйти из этой проблемы? Печени нужно активно помогать! На моем канале много видео на тему, как помочь работать печени лучше и дольше! Есть книга опубликованная «Секреты здоровья» или «Что делать, если у вас есть печень и почки?» Здесь достаточно много информации, изложенной популярным языком, что делать для печени, чего не стоит делать, какие действия опасны для печени и почек! Потому как почки также имеют в этом случае значение! Это фильтр! Да, в три раза менее мощный, чем печень! Но тоже очищает кровь от определенных токсических веществ! И самое главное, от определенных нормальных компонентов! Которые могут быть в вашем рационе просто в избыточном состоянии! Если почки оказались слабыми, ваши суставы напомнят о себе своей болью! Поэтому важно правильно поддерживать и печень, и почки в работоспособном состоянии! Чтобы ваши суставы не болели! Особенно это важно женщинам, у которых исходно слабая печень! Женская печень способна изменять кровь и продукты питания в нужные для ваших клеток! От двух до пятидесяти раз слабее, чем мужская! Поэтому проблемы, связанные с женской печенью, они частые! И боль в суставах не исключение! Если мужчина разными способами нарушил работу своей печени! Не зная, что ей делать! Как ей помочь! Либо различными напитками нарушил работоспособность печени! Превратил свою печень в женскую! Он тоже имеет возможность познакомиться с болями суставов! Это очень важный вопрос! Что делать, если у вас есть печень? И пока она есть, ей нужно помогать работать! Чтобы не попадали не только суставы, но и другие внутренние органы в состояние дистрофии! От этого зависит качество вашей жизни сегодня и ее продолжительность! А причину номер два, по которой болят суставы, вы узнаете прямо сейчас! Причина номер два, почему болят коленные суставы, зависит от воды! Потребность в воде огромна! Ежедневно это несколько литров! И качество воды определяет работоспособность ваших почек и долговечность ваших суставов! Вне зависимости от того, какой рацион у вас, то ли вы находитесь на более вегетарианской пище, в основном количестве которой содержание воды примерно 90%, то ли у вас смешанный рацион питания и в нем есть продукты животного происхождения, среднее содержание воды примерно 80%. Иными словами, вне зависимости от того, какой у вас рацион, вы больше пьете воду, чем кушаете! Но! Этой воды, как правило, не хватает! И вы должны использовать еще дополнительные источники! Иными словами, вам нужна вода для питья и вода для приготовления каких-то блюд! И в этой воде очень важный показатель для ваших суставов – это жесткость! Жесткость воды определяет долговечность ваших суставов! А также работоспособность ваших почек! Если жесткость воды чрезмерна, а вы это можете определить в домашних условиях, вам не нужна никакая лаборатория, загляните в чайник! Если там есть накипь, это говорит о том, что соли жесткости в вашей воде присутствуют в избыточном количестве! Иными словами, ваши почки под угрозой и суставы в том числе! Чаще соли жесткости некоторые удаляют в домашних условиях! Возможно, вы такие видео найдете в интернете! Можете бороться таким образом! Часть предлагают переочищать воду! Устранять соли жесткости напрочь! Это не самый лучший путь решения жесткости воды! По одной простой причине! Организм человека приспособился брать некоторое количество кальция из питьевой воды! И если оно чрезмерно будет нарушение со стороны почек, и в суставах будет развиваться явление артроза! Если кальция не хватает, ваш рацион обедняется кальцием! И вы попадаете на ускоренное развитие остеопороза! Иными словами, проверить это легко! Не обязательно делать какие-то анализы! Если вы падаете и чуть не каждое падение вызывает у вас переломы! Это говорит о том, что ваши суставы, ваши кости хрупкие! Там кальция не хватает! У вас явление остеопороза присутствует! Чаще это у женщин с ослабленной работой печени! Так же, часто если воду переочищают, кальция не хватает, развивается самое распространенное заболевание на планете! И оно не относится к самым опасным заболеваниям! Но распространено даже среди врачей той специальности, которые занимаются лечением! Я имею ввиду кариес! Он присутствует даже у стоматологов! Они знают, как лечить кариес! И меньше владеют информацией, как предупредить развитие кариеса! А один из самых быстрых путей в кариес! Переочистите воду! Переочищенная вода! Кальций в организм не попадает! И кариес развивается легко и просто! Решение очень простое! Нужно убирать из питьевой воды только избыточные соли жесткости! Жесткость небольшая должна оставаться! И для этого подойдет не каждый картридж! Есть целая система! Которая позволит вам фильтровать воду! Как в домашних условиях! Так и в случае, если вы уехали в отпуск! Уехали в командировку! Или переехали на лечение в другой регион! Вам нужна питьевая вода! Вода, которая будет наилучшим образом соответствовать вашему здоровью! Я бы сказал, диетическая вода! С диетическим содержанием солей кальция! Не с нулем! Но и не с избытком! Такая система легко транспортируется! Она достаточно мобильная! Легка! Не поломают даже при перемещении в самолете! Где к багажу могут относиться по-разному! Но в этом случае! Ваше здоровье и ваши почки! С вашими суставами! В большей безопасности! А каким путем вы будете очищать воду! Это конечно ваш выбор! Причину номер три! Почему болят коленные суставы! Вы узнаете! Прямо сейчас! Причина номер три! Почему болят суставы! Она многолика по путям, которым вы попадаете в боль суставов! И универсальна по реакции суставов! И в двух словах! Разными путями вызывается стресс для ваших суставов! Критически нарушается питание! И появляется боль! Появляется одно из самых частых заболеваний! Артроз! Первые стадии которого вы легко можете определить! Еще до того, как появится боль в суставах! Для самодиагностики вам нужно на любой сустав положить, скажем, кисть! Она достаточно чувствительна чаще всего! И совершаете какие-то движения! Если под рукой вы ощущаете шероховатость! Это говорит о том, что питанию сустава уже не хватает! Если же вы периодически ощущаете хруст в суставах! Это говорит о том, что дефицит по питанию уже давно присутствует! А значит, скорее всего, что первая стадия артроза в этом суставе также уже может быть! Боль в суставе еще может отсутствовать! А вот хруст в суставах, как правило, показывает явление дистрофии! Почему так? Да все очень просто! В организме примерно около чуть больше двухсот суставов! В которых находится две столовых ложки синвиальной жидкости! Можете посчитать, сколько капель синвиальной жидкости нужно для того, чтобы осуществлялось правильное питание суставов! Если к какому-то суставу нескольких капель не хватило, возникает проблема! Появляется дистрофический процесс! О том, как наладить правильное питание для здорового человека или условно здорового, то есть недообследованного! На моем канале есть видео «Консультация врача-диетолога онлайн» Вы можете просмотреть это видео! Более 40 минут информации, как правильно питаться, режим, рацион питания выбрать! Все это есть! Если вы имеете различные болезни, вы можете самостоятельно составить себе диету для суставов! Такое видео также есть на моем канале! Наберите «Диета для суставов» и вы его найдете! В зависимости от тех болезней, которые у вас есть, о которых вы знаете, вы можете самостоятельно составить себе индивидуальную диету! А вот какими путями человек приходит, создается стресс для ваших суставов? И нарушается питание с известными последствиями? Вы узнаете прямо сейчас! Чтобы понимать, какие основные особенности вашего образа жизни со временем могут вызвать стресс и боль в суставах! Либо вызывают боль в суставах в режиме реального времени, нужно знать принципиальное строение суставов! Оно достаточно простое! Есть две косточки! Каждая косточка имеет свой хрящ! Сустав замкнут суставной сумкой! Внутри суставов некоторых есть! Снаружи обязательно присутствуют связки, которые механически укрепляют сустав и обеспечивают определенные движения! Но движения обеспечиваются мышцами! Каждый элемент имеет свое важное значение! И какое именно, вы узнаете прямо сейчас! Какие виды стрессовых факторов могут нарушать так или иначе работу этой системы? Вызывать истончение хряща и движение с первой стадией артроза в четвертую! Ну а первые признаки, вы знаете, это скрип суставов, это хруст суставов! Вот как не пойти по этому пути, вы узнаете прямо сейчас! Суставы в хорошем состоянии обеспечивают минимальное трение во время движения! Иными словами, вы нужную вам работу выполняете с меньшими затратами как физических сил, так и энергетических ресурсов! Но! Только в том случае, если вы знаете, как правильно ходить, как правильно бегать! Если же в движении появляется ударная нагрузка, в первую очередь страдает хрящ, во вторую связочный аппарат, ну и в целом вся конструкция суставов! И вы движетесь к явлениям артроза! В первую очередь или в большей степени страдают голеностопные суставы! Затем коленные и в меньшей степени тазобедренные суставы! В случае, если вы имеете избыточный вес, все только ускоряются ваши ошибки! Их влияние негативное на состояние суставов только увеличивается! Видео как правильно ходить, как правильно бегать! В том числе и для того, чтобы похудеть! Есть на моих каналах в интернете! Вы их можете посмотреть! Я не буду утомлять вас этой информацией! А сейчас расскажу, какой еще стрессовый фактор, прямо как бы не связанный с суставами, может жестко нарушать питание хряща и вызывать явление артроза! О нем вы узнаете прямо сейчас! Эмоциональный стресс – коварный враг ваших суставов! Казалось бы, где имение, а где наводнение? Где кабинет психолога, а где ортопеда-травматолога? На самом деле связь самая непосредственная! Если вы не знаете, как правильно реагировать на события в своей жизни! И каждая новость для вас – стресс вселенского масштаба! В крови повышается уровень стрессовых гормонов крови от почеков! А они повышают мышечный тонус! Вроде как мелочь! Но! Мышцы перебрасываются через сустав, чтобы обеспечить движение! Мышечный тонус тратит кучу энергии! Куча требует достаточного количества антиоксидантов! Чтобы блокировать те свободные радикалы, которые образуются в пустой мышечной работе! Которая не дает никакого движения! Но! Она сжимает суставные поверхности! Иными словами, работа! Расход питательных веществ, которые есть в хрящевой ткани, увеличивается! А поступление новых компонентов для обмена веществ тормозится! Повышенное давление внутри сустава не дает возможность проникать сюда питающие синвяльные жидкости! И явления артроза идут чемпионскими темпами! Но! Эмоциональный стресс через повышение мышечного тонуса не единственным способом нарушает питание куча! В стрессе блокируется работа печени и почек как основных фильтров! Иными словами, очищение крови тормозится! А значит явления артрита проявляются! В эмоциональном стрессе нарушается работа пищеварительной системы и печени! Иными словами, те продукты питания, которые вы употребляете, не имеют большого практического значения для вашего здоровья в целом и для ваших суставов в частности! Потому как употребляете вы натуральные продукты! Даже экологически чистые! Либо не самые здоровые! Попадая в пищеварительную систему, они не могут полностью перевариться! Более того! Они активно перевариваются патогенной микрофлорой! Которая всегда присутствует в просвете кишечника! Начиная с первого проглатывания слюны новорожденным ребенком! Либо первого глотка материнского молока! И до последнего дня, до последней секунды жизни они портят вам жизнь! В эмоциональном стрессе все увеличивается в разы! Иными словами, вы из продуктов питания получаете меньше полезных веществ для работы вашего организма! Ну и для суставов в частности! А получаете больше токсических веществ, которые нарушают работу всего организма и состояние суставов! Есть еще один вид эмоционального стресса! Который не признают эмоциональным! Есть определенная система оздоровления! Которой многие пользуются! И в артроз попадают! Без боли! Вернее, резко, спокойно уменьшая болевые проявления продолжением выполнения этих процедур! И очень серьезно! Можно, практически не ощущая, проскочить первых три стадии артрозы и оказаться в четвертой! Этим путем идут многие! И что это за путь? Вы узнаете прямо сейчас! Как причина, вызывающая боль в суставах, есть еще один стресс! Более опасный и коварный, чем эмоциональный! Как правило, он действует относительно короткое время! Но зато интенсивность значительно выше! В этом его опасность! Он не только нарушает питание хряща, вызывая боль в суставах, вызывая явление артроза! Перенапрягается работа сердечно-сосудистой системы! И если она у вас оказалась слаба, вы можете оказаться на приеме у кардиолога! Если сердечно-сосудистая система у вас прекрасная! Нарушение питания хряща приводит к тем последствиям, о которых я рассказал ранее! По тому же сценарию! Повышение мышечного тонуса! Увеличение нагрузки на хрящ, на сустав! С постепенным развитием дистрофических изменений в нем! Но! Коварство этого вида стресса заключается еще в одной ситуации! Да! В связи с стрессовой ситуацией все эти явления происходят! Но! За счет того, что выбрасывается слишком много гормонов! Боли нет! У вас иллюзия благополучия! У вас болели суставы! Вы попали под этот вид стресса! Стрессовые гормоны продолжают ухудшать питание суставов! И убирают боль! У вас иллюзия, что все прекрасно! Вы нашли волшебное средство, чтобы избавиться от боли суставов! На самом деле вы с минимальными болевыми ощущениями переходите спокойно к четвертой стадии артроза! И в этом его коварство! Это холодовый стресс! А не важно! Вы обливаетесь холодной водой! Либо занимаетесь моржеванием! Купаетесь в проруби! Путь любой! А результат известен! Но! Это не последняя причина! Которая может вызвать боль в суставах! И привести к артрозу! Или к анкелозу суставов! И о более мягких способах попасть в эту проблему! Вы узнаете прямо сейчас! Каждый вид стрессового фактора имеет свои излюбленные суставы! Работу которых он нарушает в первую очередь! И если вы регулярно попадаете под стресс эмоциональный! Либо занимаетесь моржеванием! В первую очередь пострадают крупные суставы! Вокруг которых находятся крупные мышечные группы! Высокий тонус которых зажимает сустав! Нарушает питание хряща! И вызывает явление артроза! И если это руки! То в первую очередь пострадают плечевые суставы! И если ноги тазоведренные! И если это позвоночник! То поясничный отдел! Конечно! Если вам удастся стрессовым фактором подавить активность иммунной системы! Вы можете познакомиться с еще одним диагнозом! Кроме артроза артрита! Инфекционно-аллергическим полиартритом! Если ваша иммунная система не может контролировать все очаги инфекции в вашем организме! Они будут проявляться таким уникальным образом! И пострадает ваша трудовая деятельность! В этом случае будут страдать те суставы, где нагрузка максимальная! Если у вас активный образ жизни! Это суставы нижней конечности и позвоночника! Если кабинетный образ жизни! Скорее всего суставы верхней конечности! Тазобедренный сустав и позвоночник! Если вы неправильно занимаетесь спортом! Иными словами, знаете что такое нагрузка! Что такое тренировка! А в периоды отдыха организм должен восстанавливаться сам по себе! Вы ему активно не помогаете! Конечно будут страдать те суставы, которые задействованы в вашем виде спорта! И даже шашки и шахматы могут навредить вашим суставам! Если вы ведете малоподвижный сидячий образ жизни! Пострадают суставы назобедренные и поясничного отдела позвоночника! Если же вы занимаетесь спортом для себя! Ходите, бегаете! Нужно правильно бегать! Такое видео и такие видео есть на моих каналах! Их несколько! Как правильно ходить! Как правильно бегать! Для того, чтобы минимальная ударная нагрузка была на суставы нижней конечности! Среди которых первыми пострадают! Конечно же голеностопные! За ними пойдут коленные и в последнюю очередь тазобедренные! Амортизация каждого сустава берет на себя основную ударную нагрузку! И следующим суставам достается минимальная или меньше! Почему же болят коленные суставы зимой больше, чем голеностопные или тазобедренные? Природа этому способствует! Если вы неправильно к ней относитесь! Иными словами, если обувь обычно носит теплую, голеностопные суставы в тепле, одежда обычно прикрывает туловище! Заодно зимняя одежда прикрывает и тазобедренный пояс! Они в безопасности! А вот коленные, как правило, находятся в самом уязвимом месте! Особенно если коленные суставы оголены! Чаще всего это у женщин! То в данном случае они не только привлекают мужские взгляды! Но и такой диагноз, как артроз коленных суставов! Вероятность развития артроза в этой ситуации будет выше! Как и у тех, кто соблюдал тренд прошлого года! Сделал надрезы в области коленных суставов! И оголил коленки! Согревание! Даже в летнее время согревается вся конечность! А коленные суставы охлаждаются! Иными словами, они получали меньше крови! И явление артроза в них развиваться будет проще! Я неоднократно был в Италии, в других европейских странах! И обратил внимание! Когда люди едут на мотороллере! Или на мотоцикле! У них обычно прикрыты колени! Они вообще закрывают полностью ноги от ветра! Даже в летнее время! В холодное время, в летнее время, в любое время года Ветер приводит к тому, что охлаждаются те части тела, на которые он действует! И там могут развиваться явления артроза! И ноги нужно в этом случае беречь! И беречь правильно! Иными словами, если вы понимаете, что боль суставов не просто нарушает качество вашей жизни здесь и сейчас! А активно сокращает ее продолжительность! Когда болят суставы, появляется еще один стресс! Под названием гиподинамия! Резко стареет первично сердечно-сосудистая дыхательная система! А вторично все другие органы и системы! Раз вы не можете активно двигаться! У вас не могут активно работать и другие системы! Поэтому, учитывая те стрессовые факторы, которые я перечислил в этом видео! Вы можете предупредить развитие артроза и болей в суставах! В перспективе! Либо если у вас есть артроз до третьей стадии включительно! Это состояние обратимо! Нужно просто восстановить правильное питание! для ваших суставов! А для этого кроме устранения стрессовых факторов! Вы должны наладить себе правильное питание! Правильно пить воду! Правильно воду очищать! Для того, чтобы суставы питались лучшим образом! И ваш организм питался лучшим образом! Отсюда зависит и высокое качество жизни сегодня! И активное долголетие в перспективе! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычным подписчиком моего канала словами! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео! Какие коррективы вносить в свой образ жизни! Не забудьте поставить на это видео лайк! Если вы не подписчик моего канала! Не забудьте подписаться! Тогда и новые видео придут вам в почту своевременно! И вы сможете применить новую полезную для вашего здоровья информацию для себя! И легче вам будет отыскать те видео которые есть на моем канале! Которые относятся к теме как правильно питаться! Как правильно пить воду! Как правильно двигаться! А именно ходить! Бегать! Ездить на велосипеде! В каждом случае есть свои нюансы! Которые нужно знать и учитывать! Если автомобилю не хватает нескольких важных винтиков! Далеко ли он уедет? До новых встреч на моем канале! До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok